Не двор, а танкодром. Жильцы многоквартирного дома на Ленинградской улице в Чебоксарах пожаловались в редакцию республики на то, что благоустройство не видели больше 10 лет. И речь уже не об эстетических чувствах, а о безопасности. С репортерами нашей программы не нужно вступать в длительную переписку и ждать ответа на них месяцами. Татьяна Трофимова по редакционному заданию незамедлительно выехала. Дорога, как после бомбежки. Куски асфальта в разные стороны. И это в нескольких десятках метров от городской администрации. Самый центр региональной столицы. По словам Ирины Скрипник, жильцы еще в 2019 году обращались к чиновникам с просьбой привести в порядок двор. На дворе год 21-й. Изменения только в худшую сторону. Любой человек заслуживает комфортной среды существования, а не разбитый двор с пылью, с грязью, с остатками крошки от асфальтового покрытия. В таком состоянии у нас плачевном. Потому что здесь администрация города играет роль и администрация Ленинского района. Я имею в виду благоустройство нашего двора. Жалобы от жителей начали поступать после того, как около администрации города была отремонтирована дорога. Это было сделано в прошлом году. После этого пошли обращения. Пошли обращения, соответственно, мы начали тоже писать ответы, запросы, когда будет, когда включится эту программу. Дом построен в 1963 году. Здесь в основном живут люди серебряного возраста. Эта дама в шляпке боится, что пока кто-нибудь не пострадает, никто ничего не сделает. Я прочитала статью, что большая сумма денег отводится на благоустройство дворов. А где эта сумма, что нам? Ну, до нашего двора дело не дошло пока. Кроме ремонта дороги, при въезде во двор необходимо положить искусственную неровность лежачего полицейского. Он не только заставит сбросить скорость, но и ляжет на пути потоков грязи, стремящейся к подъездам. В администрации снова пообещали включить двор в программу благоустройства. Правда, на следующий год. Асфальт включен в программу на 2022 год. У нас есть ответ с администрацией Ленинского района. Искусственную неровность обещали поставить до 20 мая. Ответ был от администрации города Чавацара. Но до текущего момента неровности нет. Мы послали повторный запрос. Ответ пока ждем. Куда делась неровность и когда появится асфальт? С этими вопросами журналисты обратились в администрацию района. В рамках реализации программы развития транспортной системы Чувашской республики на территории Ленинского района в текущем году выполнен ремонт по 8 адресам на сумму 13 миллионов рублей. Данная территория включена в план работы на 2022 год, где будет заменено асфальтное покрытие данной территории. По примерным подсчетам на ремонт дороги понадобится миллион рублей. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Сергей Емельянов, Игорь Зверев, Республика.